Евгений, трудно ли писать морские пейзажи? Если да, то в чем трудности и в чем особенности? Спасибо, Евгений, за вопрос. Я еще как-то встречал вопрос, что-то не вижу у вас в морских пейзажах. Пейзажи, не любите ли вы их писать? Ну вот у меня достаточно много. Я, наверное, это самая излюбленная тема, писать на море. Потому что такая стихия. Я просто очарован широтой вот этого пространства. Видимо, этого не хватает вот здесь, в Москве. И вот этой вот безбрежности. И все, что на берегу, и в сочетании с этой безбрежностью, и с цветом меня сильно очень впечатляет. Я прям сильно люблю. И пишу-то много, в общем, на море. Спасибо, друзья, за ваши лайки, за корючки, свистульки, аплодисменты. Спасибо за вашу поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, ну так в чем особенности и трудности, да? Да не то, чтобы прямо трудности, но ярко все. И нужно вот эти яркости совместить, уложить на холст, где самая яркая краска – это белая. Причем белую-то нельзя использовать. Я много раз об этом говорю. То есть я всегда использую белило в сочетании с какими-то цветами. И очень сильно от этого зависит. Белые, какой бы блик ни был, там самый светлый, белило не работают. Они работают в соседстве. Но вы, конечно, все об этом знаете. Соседство цветов работает. В прошлом году, летом, мне снова посчастливилось побывать в Нормандии, в Итрите, излюбленном месте художников, еще со времен импрессионистов, со времен Мане, Писаро. Там, кстати, прямо такие вот бетонные… Нет, не бетонные, ну из бетона такой постамент. И какой-то вот блестящая такая поверхность, в которой прямо вмонтированы, ну, постеры, да, два постера с работами Мане, написаны именно с тех точек. Мы, в общем, были с группой художников, с моих студентов, прямо на этих точках. И с этих точках я написал два этюда, сделал из них урок с объяснениями в одну сторону, вот кто был в Итрите, в правую сторону, да, где скалы и металлическая церквушка наверху, и в левую сторону против солнца, против света. В общем, две интереснейшие задачи были воплощены и в этом видеоуроке, который я уже вот выпустил. Сейчас он доступен в моей онлайн-школе, заходите. Чем они интересны? Вот море, вот меняющаяся погода пять раз на дню, если не десять. И ты должен писать очень быстро, чтобы ухватить то состояние, которое есть. И часто спрашивают, а нужно ли гоняться за состоянием? Оно же меняется. Ответа нет. Одни художники писали как бы то, что помнили, потому что меняется состояние, и они в этюде пишут то, что вот у них запечатлелось. Я все время гоняюсь за состоянием. Мне интересно, поскольку все время говорю о процессе, мне интересны процессы. И в этом, да, да, на моем холсте очень много картинок проходит, готовых уже. Но вот это такая увлеченность, восторг от меняющегося состояния, которое ты тут же здесь все это делаешь, материализуешь, вот меня как-то очаровывает. Но тем не менее, в первом этюде, в общем, в этом классе два фактически урока, ну, два этюда, разобраны по косточкам, каждый мазок показывает, как из чего состоит и откуда он взялся. И, в общем-то, задача научиться видеть и быстро схватывать, и сравнивать вот, ну, пятна, да, из них складывать композицию и с тем, чтобы из этого еще вышло художественное произведение, не просто так, этюдик какой-то проходной. Надо написать, учитывая огромное количество вот каких-то таких вот связей, законов, написать по-новому. Написать неожиданно, общо, целостно. Саша, как ты любишь? Не особенно вдаваясь деталей или детализировать там, где это вот действительно нужно, детальки, которые не так сильно отвлекают от целостности, целостности, и чтобы они привлекали мое внимание и зрителя к себе, не разрушая единство полотна. Первый этюд сдержанный, солнца не было, и все такое вот на нюансах, на тонких отношениях. Второй этюд был написан против света, другая задача. И тут надо было найти цвет бликов на море, мы же белила не используем, поэтому тут я показываю различные варианты, различные варианты решения этих бликов. Ну, конечно, самое главное было взять неточное отношение. Не выходя из дома. Не выходя, да, в рамках диапазона. Там, например, от такого до такого, не более. Место узнаваемое, все его очень хорошо знают, и задача его... Вообще там побывать, конечно, это счастье, кто не побывал, кто там не был, я очень рекомендую съездить. И еще потом мы забрались на гору, и оттуда вообще потрясающие виды. Это уж, надеюсь, в следующий раз когда-нибудь туда хочется вернуться. Какие трудности и особенности, вы спрашиваете, Евгений, в живописи морского пейзажа? Главное, хорошо подготовиться. Первое. Надо решить, чтобы тебе было удобно, и чтобы у тебя ветер, чтобы тебя не свалил все твои принадлежности. Значит, нужно... Ну что, камни всегда есть, поэтому нужно... Главный инструмент художника это такая легкая сумочка, в которую я накладываю камни и вешаю ее на треногу. Она уплотняет, в общем, устойчиво становится вся моя система легкая. Даже бывает, палитра вот так складывается, то есть надо еще это предусмотреть. И чтобы салфетки, вот бумага, да, полотенца бумажные не развивались прям на масло, у меня есть такая заколочка, которую я оторвал, заколол. Ну, вот эта трудность. Ну, а в живописи трудности-то как-то нет. Скорее, интерес. Ну, вот я уже сказал, что меняется состояние, и я за ним гонюсь. Почему? Почему это мне интереснее? Потому что, ну, писать правду, писать убедительно, мне, это как-то живо, да? Против правды не попрешь. А писать, выдумывая, вот очень часто я наблюдаю, когда уже все там поменялось, а художник мажет, мажет, кто-нибудь рядом, то, что уже было, и взять-то неоткуда из памяти. И часто бывают ошибки, и неубедительно. Поэтому я вот и гоняюсь за этими состояниями. Да, очень полезно в этом смысле брать маленький формат. Ну, я не знаю, 15 на 20 достаточно, даже можно меньше. И делать быстрые, ну, не знаю, 10-15 минут такие, на состояние, просто на большие пятна. Вы потом детали эти наберете, если будете большой холст писать. Ну, сфотографируете мотив и детальки там расставите. Но отношение взять вот этого меняющегося пространства, это совершенно увлекательное дело, очень ценное. Ставьте лайки прямо сейчас, пишите ваши соображения на этот счет, на тему морских пейзажей. Писать море прям я жду, не дождусь, когда откроется возможность опять поехать и поработать на море. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok